По долгу службы Дмитрию Рогозину часто приходится давать интервью. Нередко российский вице-премьер, обращаясь к прессе, называет журналистов коллегами. И в отличие от других политиков, имеет на это полное право. 26 лет назад Дмитрий Рогозин с отличием окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. И даже начал работать по специальности. Но в начале 90-х ушел в политику. В 1997 году Рогозин стал депутатом Российской Госдумы. С 1999 года председатель Комитета по международным делам. Летом 2002 года Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента России по проблемам Калининградской области, связанным с расширением ЕС на восток. Именно он вел переговоры с Евросоюзом и смог добиться введения временной, упрощенной безвизовой процедуры транзита граждан России через Литву. В сентябре 2003-го избран сопредседателем Высшего совета избирательного блока «Родина». В декабре того же года переизбирается в Госдуму, где становится заместителем председателя. В 2008 году Владимир Путин назначает Дмитрия Рогозина постоянным представителем России при НАТО. Там он проработал четыре года. Российский политик известен своим искрометным чувством юмора. На прощальной пресс-конференции в Брюсселе Дмитрий Рогозин заявил, что намерен посадить дерево. «Я намерен оставить что-то доброе в памяти своей работе в качестве постоянного представителя России при НАТО. Поэтому я посажу дерево. Это будет тополь. Думаю, тополь в НАТО – самое место». После командировки в Брюссель в декабре 2011 президент Дмитрий Медведев назначает Рогозина заместителем председателя правительства, ответственным за военно-промышленный комплекс. «Надеюсь, что наша оборонка, наша ВПК в вашем лице приобретет энергичного и современного менеджера. Это ей крайне необходимо». «Обещаю вам по вашему поручению вести работу жестко с тем, чтобы в установленные сроки воссоздать оборонку и железной рукой вырубать всякие поползновения на коррупцию. Родина выделила большие деньги нашему оборонно-промышленному комплексу. «Огромные деньги, можно сказать». «И я обещаю, что каждый рубль, каждая копейка дойдут до адресата». 21 марта 2012 Дмитрий Рогозин назначен спецпредставителем президента России по Приднестровью. В Тирасполе это событие приветствовали, а вот в Кишиневе оно вызвало неоднозначную реакцию. Молдавский МИД возмутился, почему о назначении не предупредили. И не посоветовались с Кишиневом. А представители либеральной партии так и вообще предложили не пускать российского политика в Молдову. Тем не менее, Дмитрий Рогозин сегодня все же приехал в Кишинев, где встретился с руководством Молдовы. И еще Дмитрий Рогозин, как и Евгений Шевчук, опытный пользователь интернета, в том числе популярного ресурса Твиттер. На нем можно оставлять краткие сообщения. Согласно одному из них, российский вице-премьер проведет весь завтрашний день в Приднестровье. Андрей Малеванный, Первый республиканский телеканал.